Наш любимый эксперт Фаиль Научных появился у нас в студии, как раз человек, которого любят и взрослые дети, появился с огнем. Кого сожжем? Давайте кого-нибудь из музыкантов, что ли? Рано еще поджигать, можно чуть-чуть расскажу. Так. Есть у нас очень сложное понятие физики, физики 8 класса, это теплопроводность, даже 7 класс. Теплопроводность. Что это такое? Это то, на чем жизнется вся теплопроводность. Теплоэнергетика Красноярского края. И не только. Вот отпустим, ладно. Ай, сейчас мы... Я хочу рассказать про очень крутое изобретение, которое... Мы тоже хотим, чтобы вы рассказали. Я сейчас тебе расскажу про крутое изобретение. Микрофон, который у тебя не включен. Где он у тебя? Давай, доставай. Сейчас мы вам покажем все. Смотрите, вот эта штука прячется куда-то в карман. Она убирается куда-нибудь подальше, чтобы вы ее не видели. А провод вот здесь. Все здесь, все включено. Но написано «мьют». Сейчас мы его выключим. Мы слышим, Фаэйда? Ну-ка, скажи раз-раз. Тогда мы начнем. А? Другой разговор. Благодарю. Зачем замутировал сам себя? Да, бывает. Так, теплопроводность. Теплопроводность. Так вот, я хочу рассказать про изобретение, которое спасло много человеческих жизней. В те времена, когда из шахт добывали уголь. Правда, сейчас добывают. Но тогда еще не было электричества, точнее, не было света и лампочек не было. И брали масляные лампы, и с ними спускались шахты. И что там происходило? Мы сгораем. Там происходил взрыв. И вот буквально спустя сто лет один крутой физик. Буквально сто лет? Да. В 1815 году Гэмфри Дэви изобрел крутую лампу. Вот смотрите, на чем она основана. У меня есть металлическая сетка. Я, кстати, ее немного поджигал. Заметно. Заметно, да. Бывало. Заметно. И вот, у меня есть огонь. Сейчас я хочу взять и пропустить огонь сквозь сетку. Что будет? Ничего. Надо отойти мне, да? Нет, все нормально будет, это зажигалка. Я же говорю, ничего. Если мы с вами возьмем просто огонь и запустим его через эту сетку, то смотрите, а видно, кстати, это крупный парень? Видно очень, да. Он не проходит, пока сетка не разогрелась. Но если мы чуть-чуть подождем, сетка разогреется и проходит пламя сквозь нее. Видите? Ничего себе. Так, а теперь смотрите наоборот ситуацию. Я выпускаю газ, но пламя будет с другой стороны. Подождешь меня вот с этой стороны? Да. Газовой грелкой. Конечно, с удовольствием. Так, с какой стороны? Вот с этой. Давайте я как-то ликвидирую все. Так, смотри, чтобы мы не подорвались. Огнедушители здесь на месте. Что делаем? Поджигай просто пламя мне. Так, все, отводи. Теперь опускаю пламя, зажигалку вниз. Туши, туши, туши. Опускаю зажигалку вниз, а пламя зажигалка не проходит сквозь сетку. Так, Соб, давай с другой стороны сделаем это, а то иначе это было не видно. Еще раз давай. Им просто нравится поджигать. Все хорошо, теперь давайте крупным планом. Вот смотрите, внутри сетки пламя есть, а под сеткой пламени до зажигалки нету. То есть пламя сквозь сетку пройти не может, потому что металл не нагревается и не передает искру тому газу, который поступает снизу. И пламя находится только сверху. И, допустим, бери другую сетку, вот эту вот, и сверху как будто накрывай. Не-не, да. И вот так вот шахтеры с пламени внутри этой сетки спускались в шахты. И газ, который был вокруг, когда, допустим, было глубоко, в плане там метан какой-нибудь или еще что-то, то он даже был вокруг, но не зажигался, потому что сетка не пускала температуру. Но это же всего лишь сетка. Это металлическая сетка, которая очень быстро отводит тепло. Не зря с вами, когда мы прикисаемся к металлу, мы чувствуем, как будто он очень холодный, потому что он быстро отводит тепло от наших рук. А прикоснемся к дереву, мы подумаем, что оно теплое. Сложно, да? Ну, не очень. Не очень? Да нет, нет. Проще понять, когда, допустим, кого-нибудь поджечь и проверить на его руках. У нас есть одна группа добровольцев. Кто-нибудь, подойдите, мы просто вас быстренько сейчас подождем, и все. И дальше день свободен. Илья Поляков, человек, который на инструментах играет, ну, реже остальных. Илья Поляков, человек. Да, он... Пока. Это во-первых. Нет, я думаю, он поет, ему руки не нужны. Да, зачем? Ну, пока не нужны. Только одну. Возвращайся, возвращайся. Давай вместе, чтобы все было по-честному. Так, здесь мы с вами воспользуемся теплопородностью воды. Я хочу поджечь вашу руку, но единственный агент, который спасет вашу руку, это будет обычная вода. Сейчас вам нужно смочить руку. Вот в этой чаше с обычной водой из-под крана. Как-то я волнуюсь. И не только... Хорошо, не-не-не-не, вот здесь тоже смачиваете. Да-да-да, полностью всю руку. То, что... То, что не в воде. Или мужчин, у которых руки покрыты растительностью, это не опасно? Женщин таких мы не нашли, извините. Повыше, да? Да, давайте все идите сюда. Мы всех сейчас подожжем вас, да и все. Будет прикольно. Будет с огоньком. И эфир раньше закончил. Отлично. Руку мы с вами смочили. Теперь я беру тот же самый горючий газ, который мы с Антоном поджигали до этого. Да, давайте подменяемся. И делаю горючую пену, которую можно теперь взять этой смоченной рукой. Я еще раз смочу. Температура пламени горючего газа, пропан-бутановой смеси, порядка 600 градусов. Так. Попан-бутановой смеси. Да, сегодня. Нужно захватить немного этой пены. Захвати капельку. Хватит что-то? Ну, что-то ты даже не захватил. Давай еще побольше. Ой, она у меня на руке почему-то шебуршит. Так. Все, готово. Готов? Я нет. Ведущие тавукаты готовы. Три, два, и... А-а-а! Папочки! Да иди, давай. Я тоже... Да, повтори. Ты обязан это сделать? Давай. Почувствуй себя педардой. Будь мужиком. Ой, волосюшками запахло. Я предупреждала. Нет, маловато. Да давай еще. Прямо вот так вот плюхнет. И нужно теперь будет почувствовать, сколько градусов, как нагреется. Подожди, подожди, подожди. Я сниму замедленное айфоновское видео. Вот так вот. Давай, поехали. Ну это уже Гарри Поттер. Сколько градусов? Ну 70 где-то. Суп можно сварить на руке на его? Нет, нужно больше 100 градусов. Точнее 100 градусов. Здесь сколько было градусов-то в итоге? Ну поскольку у нас вода нагревается и быстро испаряется, больше 100 градусов здесь температура бы не поднялась. Ну при этом, что 70 было. Это умеет. Да, спасибо, Илья. То у тебя будет это теперь. Ну давай еще раз. Кать, давай вместе. Ну давай вместе. Нет, это очень страшно. Мы разульку вместе вдвоем. Бывало такое, что делали прям цепочку из людей. Прям да, мы сейчас с тобой возьмемся за руки. Как рабочий колхозница. И загоримся. Серп, вот. Вот так вот бери чуть-чуть, буквально вот так, пенки. А может я просто с водой поиграю, нет? Давай еще газу, мало. Мало газа. Мы сегодня, кстати, искали лысого человека, но, к сожалению, не смогли найти, хотели поджечь. У вас нет с собой лысого человека? Нормально. Я еще не востоку. Когда загорится, надо просто не менять положение руки или что делать? Бери пену. Ага, вот так. Ой, что, я много так делала. Нет, 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 все правильно, все правильно. Мама, не смотри этот эфир. Кать. Если что, я потушу и закрою. Все ради искусства. Три, два, Антон, подожди. И поехали. У меня не потухло. А ну еще потом дома у тебя часов в 10 загорится. Заново. Через несколько часов проверим, получились термические сжоги или нет. А борода горит? Если полностью опустим воду, то не загорится. Лиша, стоп. Не, ну так делать я не советую. Я с вами не играю. Мы не советуем вам вообще заниматься этим домом. Фаиль, мы на этом все, закончили? Да. Повторять нельзя, если нет огнепушителя. Допустим, как на студии ТВК. Ну и опыта, если у вас нет вообще в проведении подобных штуковин. Спасибо большое, Фаиль. И лучше где проводить эксперименты. Вот здесь. Правильно. В надежном месте, в Ньютон-парке. В душе у вас, Фаиль. Больше негде. Мы продолжаем программу. Будьте с нами. И тепла вам этой холодной осенью.